МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Таиланде транссексуалов, популярных у многочисленных секс-туристов, называют леди-боями. Именно такая дама разбила сердце человека, которого называют одним из самых одиозных бандитов 90-х. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, это был первый в жизни Александра Матусова случай, когда он стал потерпевшим. Вот тучный турист из России показывает полиции, где находился в тот момент, когда из его дома выносили ценности. А вот запись камеры видеорегистратора. Леди-бой поспешно откатывает машину от дома состоятельного клиента. Репортаж об ограблении богатого русского даже крутили на местном канале, особо останавливаясь на подробностях его интимной жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господин Матусов познакомился с двумя девушками на улице, после чего они продолжили отношения на пляже, а затем пригласил их домой, где они продолжили выпивать. Обвиняемые говорят, что русский заплатил по 2000 бат, каждый из них. Он меня пригласил время провести, сказал, что хорошо заплатит. Такой поступок по суровым тайским законам леди-бою грозит до восьми лет лишения свободы. Впрочем, если бы он знал, кого грабит, то посчитал бы наказание несущественным. Те, кто знаком с Матусовым, говорят, что на родине он бы, не раздумывая, лично задушил любого, кто посмел бы поднять на него руку. Если бы Басмач рассказал о своей жизни в Таиланде, его прежние друзья, скорее всего, не поняли бы таких пристрастий. Общение с трансвеститами в этих кругах, мягко говоря, не приветствуется. Однако стесняться уже некого. На плане Щелковского кладбища особая полоса, аллея почетных захоронений. Многие ходят сюда, как на экскурсию, посмотреть на причудливые фантазии местных пацанов, не жалевших деньги на обелиске для друзей, погибших в многочисленных разборках 90-х. А Щелковские все там похоронены, да? 15, да? Где-то здесь мог бы лежать и лидер банды, подмявший под себя весь местный бизнес и организовавший, по сути, конвейер заказных убийств по всей территории бывшего Союза. Но Басмач единственный смог скрыться и от конкурентов, и от полиции. Если бы в момент торжественного возвращения Басмачу его ценностей кто-то из тайских полицейских догадался бы забить в базу данных имя самого потерпевшего, то сразу бы выяснил, что Матусов находится в международном розыске. Но местным стражам порядка в голову не пришло это сделать. Характерная особенность – Басмач постоянно кланяется и старается максимально вежливо общаться с полицейскими. Однако соседи уверяют, что этот русский доставил им немало неприятностей. Он устраивал здесь такие вечеринки достаточно шумные, ну и когда в первом состоянии, в общем-то, мог тут создать какие-то проблемы своим соседям, что, в общем-то, было не один раз, это было часто. Сложно представить, что этот скромный домик в бедном районе Паттайи принадлежит человеку, которому приписывают миллионы. Матусов находился в международном розыске пять лет. Это место одно из лучших, чтобы залечь на дно, но Басмач не привык жить тихо. Матусов сам по себе, мягко говоря, персона заметная, и менять свои привычки вдали от родины он не спешил. У нас не было информации по поводу окружения Александра Матусова до тех пор, пока он не попал сюда. А в процессе расследования было установлено, с кем он общался, был установлен круг общения, он полностью соответствовал его прошлой жизни. Мы подозреваем, что у задержанного россиянина есть обширные криминальные связи в Таиланде, поэтому намерены проверить все его знакомства, контакты и телефонные звонки. Достаточно сказать, что в поле зрения местной полиции Басмач попал, когда он пьяный, в красных трусах, на мопеде, разъезжал по городку Сатахип в поисках водки. Мы ехали на машине, с той стороны, подъезжаем к перекрестку, разворачиваемся, он едет к нам навстречу. При этом чуть не врезался в нашу машину, но видно, что пьяный, поскольку неуверенно двигался, управлял мотобайком. Он пытался представить себя человеком исключительным, который может ездить голый, пьяный. Он давно не дрался, он давно не бил, он давно не унижал. Не может он долго изображать из себя законопослушного гражданина. Душа просит, душа просит другого. Никаких документов при себе у задержанного не оказалось. Его проверили по полицейским базам. В доме была найдена копия просроченного российского паспорта на имя Матусова, а также поддельный паспорт гражданина Армении с его фотографией, но на другую фамилию. Возвращаться на родину Басмач, конечно, не хотел и даже сделал нестандартный ход, чтобы остаться в полюбившемся Таиланде, прямо в аэропорту украл еще один паспорт, принадлежавший одной из пассажиров. Я не нарушал тайского законодательства. Единственное, что я нарушил тайское законодательство, это подрезал паспорт у них в полиции. Митя, и армянский паспорт? Нет, какой армянский? Я не знаю, чей это паспорт. Полиции подрезал. Когда и это не помогло, авторитет Щелковской преступной группировки разлегся на полу и заявил, что будет ждать своего адвоката. А паспорт пускай забирают. Отдадут человеку. Юрист так и не приехал. В результате щуплые тайские полицейские с огромным трудом погрузили 150-килограммового басмача на грузовую тележку и откатили к стойке регистрации. Там соотечественники, летевшие тем же рейсом, угостили Матусову водкой, а затем подозреваемого пересадили в инвалидную коляску и закатили в самолет. Кажется, авторитет решил покуражиться напоследок, но человек, который ехал с ним в одном автозаке, уверяет, что это не совсем так. Это был хорошо продуманный ход. Басмач тянул время, чтобы успеть сохранить свои миллионы, которые он вывез в Таиланд. Он хотел садиться на самолет, потому что он ждал адвоката. Тайского адвоката, у него там движимое, недвижимое имущество, счета в банках и так далее, чтобы переписать это все на жену с адвокатом. Если он улетит без... не успеет переписать, то это все достанется тайскому королевству. Вот. И из-за этого он хотел задержать рейс, чтобы успеть все переписать. Но не получилось. На туристической фотографии из Таиланда два довольных лица. Из общей умиротворяющей картины выбиваются только наручники. Роман Морозов говорит, что в тот день у них с Матусовым было много свободного времени. И знаменитый мафиози успел поведать ему всю свою историю. Как уверяет Роман, неуловимого басмача сдала его собственная дочь, возможно, в надежде получить папины миллионы. Да, он рассказывал, как происходило задержание, вообще, что привело к этому. Приезжала к нему в гости дочь его из Москвы, в Таиланд, где он жил в доме в поселке возле Паттайи. А у дочери парень... И она рассказала отцу своего парня про своего отца Александра Матусова, где он находится и так далее. Напротив его дома была стройка, и полиция гримировалась под строителей, и за ним следили. И дома его взяли. Он сам не понимал, что происходит, не верил до последнего, что дочь могла такое сделать. Конечно, он переживал очень сильно по этому поводу. Я не знаю, чем, что двигало этой девочкой. Может быть, случайность, может быть, злость на отца. Я много в жизни сталкиваюсь с тем, что мы иногда, общаясь друг с другом, проронив неосторожное слово, не понимаем, что этим словом мы породили в себе смертельного врага. А может быть, там какие-то личные отношения у девочки, понимаете, которые понудили ее отсоздать. Может быть, у нее корыстные интересы. По некоторым данным, на кону так называемый общак Щелковский. Куда делись деньги после того, как одну половину бандитов из одиозной группировки убили, а другую посадили, так и осталось загадкой. Но вряд ли авторитетный басмач стал бы устраивать такой спектакль в аэропорту ради ветхого домика, который даже по местным меркам стоит недорого. Ну, смотрите, маленький неприметный домик. Зачем так о нем беспокоиться? Интересно другое, что имущество, так называемый общак банды, до сих пор не найден. Если его найдут на территории государства Таиланд, то он будет в безвозмездном порядке обращен в пользу государства. Там законы не такие, как у нас. У нас нет конфискации у экстрадированных лиц. В Таиланде другая ситуация. В Таиланде это имущество будет обращено в пользу государства и достанется, и распоряжаться им сможет король Таиланда. Речь, возможно, идет о десятках миллионов долларов. В начале 90-х банда басмача подмяла под себя весь район. В Щелково не было ни одного предпринимателя, который не имел бы так называемую крышу. Большинство бандитов жили одним днем, предпочитая не задумываться о том, что будет завтра. Но басмач, по утверждению его знакомых, несмотря на свою внешность, отличался незаурядным умом. Из тех, кто не менял привычек со времен лихих 90-х, ему одному удалось так долго оставаться на свободе. Александр Матусов начал с небольшого челночного бизнеса. Отбившись от первого наезда братков, понял, что куда проще и выгоднее забирать чужой груз, не тратя время на поездки за границу. Коммерсантов бандиты запугивали. У тех, кто не соглашался платить, ночами сгорали палатки, магазины, производственные помещения, дома, дачи. Некоторые бизнесмены бесследно исчезали. Рынок владельцев, всех руководства предприятий даже, ногой дверь открывали, что называют. Требовали, да, и все боялись. То денежки имел, колбасные фабрики, так где-то выцарапали квартиру, возможно, там, незаконными путями. Костяк банды, которую сколотил басмач, составляли жители поселка Биокомбинат. Простые парни, оставшиеся без работы после развала Советского Союза, или только что вернувшиеся из армии, с радостью вливались в новый коллектив, который со временем стал одной из самых мощных преступных группировок на постсоветском пространстве. Новичков Матусов уверял, что пока они под его защитой, никто и пальцем не посмеет их тронуть, не уточняя, что сам предпочитает расправляться с теми, кто, по его мнению, допустил непростительную ошибку. Тередовые образуются в пятерке, в тройке, в четверке, она называется бригада, потом за бригадой стоит еще какой-то старший. А потом начинаются делиться сферы влияния. Если бы они были настоящими братанами, как они себя позиционируют, да, то, наверное, они бы не убивали друг друга, сколько трупов у них внутри. Не обошлось и без конфликтов с другими мафиози. Люди басмача предпочитали не вести переговоры. Как только на их территории появлялись чужие бандиты, их просто убивали. Это озеро местные жители называют чумным. Именно здесь щелковские бандиты топили конкурентов, подражая фильмам об итальянской мафии, где гангстеры заливали ноги недругов цементом. Далеко не все тела, найденные тут в 90-х, стали поводом для возбуждения уголовных дел. И сколько всего жизни на счету группировки, не могут сказать даже следователи, которые вели дело банды. Вот тут есть в Топорково такая деревня, озеро, там топили они всех их. А что, его не посадили еще, не прибили? Так надо его убить тут, как он убивал. Местная группировка стала известна в криминальном мире как одна из самых жестоких. Щелковские брались практически за любую работу, и не только в Подмосковье, но и в других регионах России. 96-й год. Под Петербургом находится сожженный микроавтобус. У борта канистра с бензином. А в кузове 10 тел. Все сотрудники некого молодежного центра. Сложно поверить, что причиной этого жуткого преступления стало банальное ДТП, в котором у стареньких «Жигулей» оказалось помято крыло. Виновник аварии позвонил крыше, а вторая сторона вызвала своих бандитов из столичного региона. В результате питерских просто расстреляли в спортзале, тела погрузили в машину и отогнали в лес. Резонансное дело расследовали лучшие сыщики. Им удалось задержать того самого водителя, который попал в ДТП. Но говорить о том, что за него вступились именно Щелковские, он, конечно, не стал. Лежать! Просьб убить того или иного человека поступало так много, что штатные киллеры не успевали ездить по командировкам. В бизнесе это называется аутсорсинг. Впрочем, Щелковские пацаны об этом, конечно, не подозревали. В обмен от дружественных бригад поступали заказы на жертвы, которые находились в столичном регионе. Всего, по словам следователей, на счету банды около 60 заказных убийств. Но главным бизнесом стал киднеппинг. В этом доме в деревне Райки Щелковские держали своих пленников, как правило, ближайших родственников состоятельных бизнесменов. И здесь же басмач проводил так называемые сходки. В Щелкове даже дети знали, где именно располагается база бандитов. Но в 90-е этот кирпичный дом оказался абсолютно неприступным и для милиции, и для влиятельных бизнесменов, способных нанять других бандитов для освобождения родных. И станковый пулемет у него был, и все, и заложников держали они там. А сколько их убили, ребят? Ну, кого-то и не доказано, что они убили. А люди-то знают, родители-то знают. Уже расселивали прямо у здания милиции на ферру. Ну, и дым запросто был, они среди бела дня это делают. Никого не боялись. Столько молодежи полегло тогда. Ребят молодых. Впрочем, даже переданный выкуп не гарантировал свободы заложнику. Большинство из них так и не выжили. По словам следователей, Басмачу и его ближайшему помощнику по кличке Пегас просто нравилось убивать. И они не отказывали себе в этом удовольствии. Это группировка, которую называли местной безбашеной. Они могли убить любого человека. Просто тот, кто им не нравится. За что убили троих, которые шли со свердлокостанцев? Это трое, которых раскопали под мостом. Они же танцевать ходили, на дискотеку. На дискотеке поругались вот с этим Пегасом. Вот поэтому факту их убили, закопали. Им по 20 лет было. То есть совершенно молодые ребятки. Один, по-моему, даже с армией вернулся только-только. Точно так же убили и сына Светланы Каширской. Впрочем, женщина уверяет, что он стал далеко не случайной жертвой. Как и многие другие, Дмитрий пытался заниматься бизнесом. С друзьями планировал открыть автосервис. 23-летний парень был уверен, что с его знаниями дело быстро пойдет в гору. И не понимал, почему он должен отдавать половину прибыли каким-то уголовникам. Долго коммерсанта не уговаривали. Сразу после отказа платить дань в скромный гараж нагрянули щелковские. Ну, я очень, как говорится, я вообще, у меня есть здоровье все. Главное то, что если бы я его похоронила, я бы уже знала, да, а это вот в неизвестности, как говорится, не знаешь, что с ним, где он. Потому что я все равно, конечно, догадывалась, что они его издевались над ним там или что-то. Вот мне вот это вот было очень больно, потому что я... А потом вот все как выяснилось, как сказали, что Матусов лично, Матусов его задушил машину. О том, что это сделал именно Басмач, говорили все местные жители. Но сам Матусов даже не пытался скрыться. Он уверял, что в родном Щелкове у него все схвачено и опасаться ему некого. Не стеснялся и смотреть в глаза матери убитого, фактически живущий с ним по соседству. Он сколько, конечно, я его видела, разъезжала. Ну, я говорю, он женщину чуть не сшиб на этой машине. Он пьяный, все время был за рулем практически. И никто его не брал. Свердловская полиция, это как их сейчас называется, все они знали. У нас их ребят расстреляли на нескольких метрах от полиции, от этой милиции, на Свердловке. Вот милиция, а как вот площадка, вот их расстреляли. Никто не вышел. Никто. Щелковские не щадили даже своих. Попытка выйти из банды неизменно заканчивалась гибелью бывшего товарища. Дмитрий Аксенов, один из тех, кто пытался завязать. Много лет проучившиеся с парнем в одном классе, объявили охоту на бывшего друга. Он ушел два года, дома не жил, скрывался. Просто боялся здесь жить. Вот убегал от этих, сами знаете, от кого. Бандиты нашли Дмитрия в 96-м году. Кто-то из знакомых сообщил, что видел его в ресторане поселка Свердловский Щелковского района. Молодой человек отмечал удачную сделку со своими приятелями. Уже через час в кафе съехалось больше 10 щелковских, вооруженных автоматами, пистолетами и ножами. Чтобы не ошибиться и не пропустить нужную им жертву, бандиты одного за другим убивали всех посетителей, как только те выходили из кафе. Виктор Боровцев в то время был старшим оперативником щелковской милиции и одним из первых оказался на месте трагедии. Стреляли из разных сторон. Из машин стреляли и так стреляли здесь. Расстреливали их вот отсюда с дороги. Трупы вот так вот лежали, вот там вот, вот здесь, возле входа. Два было вот здесь вот. Один вот здесь где-то непосредственно, где мы находимся. Все были с автоматического оружия расстреляны. Кровь была, ну, конечно же, вы представьте себе, это было... Страшная картина, вы понимаете, а здесь... Картина страшная, да. Что-то мы говорим, что редко такое где-то увидишь. Это как будто война. Уйти удалось только одному – сыну Татьяны Аксеновой. Раненый он смог доползти до машины. Ну, их троих-то убили всех, а один – живой. Его сначала нож в спину выткнули, потом он, видно, в попыхах, ну, в этом шоке был, побежал, а потом он начал стрелять. Побоище продолжалось почти час, пока к месту происшествия не стали стягиваться милицейские машины. Сын Татьяны Аксеновой получил тяжелые ранения и был помещен в реанимацию. Молодой человек говорил, что знает, кто это сделал, и заявил, что готов дать показания, тем самым подписав себе смертный приговор. Убийцы уже через час оказались на территории больницы. Пегас с улицы забрался на подоконник реанимационного отделения и через открытую форточку три раза выстрелил молодому человеку в голову из пистолета с глушителем. Дильзу мы нашли уже через полгода после этого случая между окнами. Так, двойные окна были на первом этаже. Дильзу нашли там, где вот как раз он лежал возле окошка, вот этот недобитый, будем так говорить, раненый, лежал там возле окошка и стреляли через открытую форточку. Голову его выстрелили. У него сначала легкая за день была операция, 6 часов. А потом сказали, что он, типа, будет жить. Ну и убрали. Конечно, бандиты не могли знать, где именно лежит Аксенов. По словам врачей о местонахождении важного свидетеля, им сообщил кто-то из коллег. Подозрение пало на хирурга Мурата Кожлаева. Человеку сделали такую операцию, да, ребенку 6 часов делали. И все насмаркнули. Благодаря этому Кожлаеву. Вот, потому что он... А когда его брали, у него же тоже, как говорится, оружие и деньги нашли в квартире. У него две квартиры на одной площадке. Мурата Кожлаева многие называют врачом мафии. Медика, работавшего и продолжающего работать в той самой больнице, подозревали в том, что он на протяжении 15 лет, по сути, являлся одним из членов группировки. Извлекал пули у пострадавших в разборках, хранил дома общак и оружие. Присяжные признали его виновным в убийстве, но их вердикт был отменен. В результате дело Кожлаева закрыли за истечением срока давности. И он продолжает ходить на любимую работу. Вот та самая трехкомнатная квартира, где, как говорят оперативники, хранился общак щелковской мафии. Как только началось расследование резонансного дела, сюда зачастили следователи. А вскоре Кожлаев за скромную сумму продал недвижимость своим знакомым. Новые владельцы уверяют, что души не чают в хирурге. Он у нас вообще замечательный врач, потому что на свои деньги он покупает аппаратуру. Он помогает всем нашим бабушкам, которые у нас есть. Которые где-то идут в платные, а он делает это все бесплатно. Но как только разговор заходит об участии в щелковской ОПГ, тон меняется. Давайте я не буду про щелковскую группировку. Вы сейчас увидите, а меня грохнет. Хуже всего, что после таких историй даже столичные следователи не могли добиться показаний от потерпевших. Местные просто боялись говорить. Виктор Боровцев не раз беседовал в отделении, едва ли не со всеми членами одиозной группировки. И в большинстве случаев бандитов приходилось отпускать. Жертвы преступлений и свидетели либо пропадали, либо отказывались писать заявления. Ну, за ними все были. И грабежи, и разбой, и убийства, естественно. Что уже доказано, будем так говорить. Здесь вопросов нет. Просто доказать было трудно против того же Басмача. Показания, в связи с тем, что он безбашенный, будем так говорить, все боялись давать против него показания. Тем более, что посадишь одни ОГО, у него связи остаются, и могли отомстить даже те же коммерсанты. Тоже боялись давать показания. Когда мне позвонили и сказали, что его задержали в Таиланде, первый мой вопрос был, а он не начал стрелять. Члены банды чувствовали себя настолько безнаказанными, что даже не стеснялись ходить по своему району с пистолетами, демонстративно засунутыми за поезд. Щелково превратилось в территорию, где мог спрятаться любой преступник без риска быть пойманным. Но сами члены группировки не сидели на месте, предпочитая проводить свободное от напряженной работы время на лучших курортах. Именно тогда Басмач впервые узнал, что такое Таиланд. Буквально влюбился в эту страну. Самое страшное, что люди действуют безнаказанно. Вы знаете, я еще вспоминаю 90-е годы, 95-е, 2000-е годы. Ведь вот эти организованные преступные группы, такие как и Щелковская любые другие, когда они выезжали, я попадал с ними в самолеты, выезжая на отдых. Они ведь выезжали на отдых тогда, не скрывая, с целыми группами, с женами, с любовницами, человек по 20-25. Они чуть не полсамолета занимали. Причем скрывать о том, что это БГшники, что это обыкновенные бандюки, которые живут криминальным способом, никакого труда не составляло. Но никто этого не пресекал абсолютно. Они ездили, куражились на курортах, выпивали, вели себя там точно так же. Одной из немногих, кто все же согласился написать заявление против Щелковских, стала Галина Молчанова. Женщина оказалась в безвыходном положении. Бандит по кличке Пегас, правая рука басмача, потребовал у нее дань. Но платить матери-одиночке было просто нечем. Я приехала в 96-м году. И как молодой специалист я проживала в общежитии института. И тогда я с этой группировкой встретилась, лицом к лицу. То есть ко мне в общежитии, а у меня был на руках маленький ребенок, 4-месячный, зашел Пегас, это Игорь Рожнев. Открыла ногами дверь и сказала, а ты что мне будешь платить, какую сумму? Мне тут все платят. А с чего я могла платить? Я научный работник, я копейки получала. В том числе и благодаря Галине, дело восьмерых выживших членов группировки все же удалось довести до конца. В 2009 году банда, которая почти 15 лет оставалась неуязвимой, оказалась на скамье подсудимых. К удивлению оперативников, самые авторитетные щелковские бандиты плакали на допросе. По большому счету они трусы все. Они на улице, да, они герои, когда у них ствол там в руке. Пегас как таковой, я говорю, он трусоватый мужчина. Вот я говорю, когда разрабатывал его на причастность к убийству предпринимателя в районе поселка Орловского, вот, он плакал у меня в кабинете. Настоящими слезами плакал. Следом приехала мама, да и постоянно, его, я говорю, вызывали в качестве свидетеля, он постоянно плакал. И всегда вызванивал маму, мама приезжала и там начинала права качать. В свою защиту преступники, на совести которых десятки жизней, заявили, что они помогали родному району материально и даже выстроили на свои деньги храм в память о погибших друзьях. Впрочем, в суде этот аргумент не учли. Я вижу красивейшую церковь, и на ней табличка. И мне начинают рассказывать. Ровно три четвертых таблички, это местные бандиты и воры, которые построили церковь. Вот они сегодня убивают, завтра приходят в церковь каяться. То есть, я задаю себе вопрос, они вообще понимают, что такое вера в Бога, есть Бог или нет. Я понимаю, что можно скрытно в душе, покаявшись в своих грехах, построить храм. Но когда на храме пробивают табличку с моей фамилией, понимаете, вот здесь возникает такая неприятная ассоциация, да, что это, пиар, или что, чтобы люди узнали, что ты покаялся, но так не каяться перед Богом. В итоге присяжные признали подсудимых виновными в убийство, хранение оружия и многом другом. Бандиты получили от 9 до 15 лет лишения свободы. Все, кроме лидера, басмача. Известие о задержании басмача в далеком Таиланде стало для подмосковного Щелкова настоящим праздником. Все, вы знаете, как радовались, когда басмача взяли? Мне все звонят, все спрашивают, все встречают, Света видела, видела, ну, наконец-то эту сволочь взяли, этого нелюди, этого фашиста, даже, говорит, вообще, не знаешь, как назвать. Вот, простые люди, простой народ, говорит. Виновность Матусова подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, таких как показаниям свидетелей, показаниям самих обвиняемых, также очевидцев. Всего это около 130 человек. Помимо этого, заключением экспертиз, это и генетические, и биологические, и баллистические, и дактилоскопические, всего было их проведено более 30. Сейчас басмачу грозит пожизненное заключение. Его охраной занимается специальное подразделение. Александр Матусов, единственный из оставшихся в живых крупных авторитетов эпохи 90-х, который лично знает всех, кто участвовал в резонансных преступлениях того времени. Эта информация бесценна и для следователей, и для тех, чьи имена могут всплыть в показаниях. Басмач не из тех, кто откровенничает на допросе, но кто знает, что он скажет, когда речь пойдет о его собственной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова